Супруги высокопоставленных мужей живут в замках и носят платье из лепестков экзотических цветов. Американский ВОК сделал своим читательницам подарок на 8 марта, чтоб те поржали над русскими новоришами. Журнал взял интервью известной московской моднице Илоны Столье, жена депутата Единоросса Виталия Южилина, члена комитета Госдумы по бюджету и налогам. Женщина в порыве откровенности призналась, что только надежду марки «Радарт» потратила около полумиллиона долларов. Своё увлечение она оценила как хорошие мистиции. Нам стало любопытно, а кто ещё из светских львиц имеет надёжный тыл в виде слуг народа. Депутат Виталий Южилин до недавнего времени владел логистической компанией и постоянно попадал в различные рейтинги журнала Forbes. Но потом решил уйти в кэш и избавился от актива, который принёс ему 600 миллионов долларов. Этим он добился, что журналы перестали интересоваться его доходами и переключились на расходы его жены Илоны. В интервью американскому изданию Илона Столье призналась в любви к люксовому бренду «Радарт» и сравнила элитный шопинг с инвестициями. В гардеробе столичной красавицы нашлось около 70 платьев из кружев, перьев и чешуи этой марки. Учитывая среднюю цену каждого наряда 7 тысяч долларов, получается почти полмиллиона. И это только траты на «Радарт». Впрочем, Илона никогда не скрывала своей страсти к элитному шопингу, что заставляет менее удачливых красавиц полусвета подвывать от зависти. Не проходит и дня, чтобы Столье не выставила в соцсетях фотку новой сумочки за несколько миллионов рублей или не сделала селфи с бриллиантом, величина которого равна мозгам многих рублевских цыпочек. Площадь гардероба, где Илона хранит наряды, около 50 квадратных метров. Но для подмосковного особняка Виталия Южилина это пустяки. Дом настолько большой, что слуг не дозовешься. А их, по словам Илоны, душ 20, няни, гувернеры, повара, 5 горничных, двое управляющих, трое садовников и водители. Все эти люди нужны, чтобы на территории в полтора гектара, где расположились окруженные ивами пруд и бассейн, хозяева чувствовали себя к ковраю. Кстати, интерьер дома Столье состоит исключительно из антиквариата. Коридор украшает шкаф-витрина из лондонского бутика «Шанель», а сапоги из крокодиловой кожи можно надеть, присев на купленный на аукционе стул затонувшего лайнера «Трансатлантик». Не отстает от Столье и другая светская львица и депутатша Елена Лихач, чей муж единорос Андрей Скотч, трудится в Думском комитете по делам СНГ и связи с соотечественниками. Светская хроника описывает их семейную жизнь следующим образом. Скотч без устали осыпает Елену знаками любви, вроде бриллиантовых диадем или частного самолета А-320 с иконами на борту. С царственной невозмутимостью Елена не обращает внимания на злые языки, приписывающие ее супругу, члену межфракционной депутатской группы по защите хренцианских ценностей, не по-христиански лихое прошлое. Как бы то ни было, чеки на благотворительность пара подписывает прямо-таки обезоруживающие. И еще широту души депутата Андрея Скотча принято измерять в каратах, а также в яхтах, на которых Елена закатывает грандиозные вечеринки для самых влиятельных состоятельных друзей. Но господин Скотч с состоянием 5,7 миллиардов долларов может себе позволить и не такое. Не так давно Андрей и Елена сообщили о разводе, хотя по-прежнему всюду появляются вместе и ведут себя на публике самым неприличным образом. А вот королева гламурных вечеринок Алена Соболева действительно развелась членом земельно-строительного комитета Госдумы Ильдаром Санниевым. И ей было что терять. Как писал об их высоких отношениях Тетлер, муж купал Алену в роскоши за гранью китча. В этом браке было все. Частный самолет, отделанный с траусиной кожей, единственный в мире Бентли Мулсан, канареечного цвета. Концерт Аллы Пугачевой на день рождения дочки Евы. Платье из лепестков редких салатовых гвоздик. Желтые бриллианты размером с грецкий орех. Впрочем, канареечный Бентли – это сущие пустяки по сравнению с замком на Женевском озере, который Ильдар подарил Алене на день рождения. К счастью для Алены, отвыкать от роскоши не пришлось. После развода с Самиевым она перебралась в замок какого-то нового государственника. Вместо для жилья для военных построил таунхаус супруги. Чиновники высокого ранга вообще питают склонность к женщинам с историей. Так, гендиректор оборонстроя Тимур Иванов мгновенно подобрал владелицу эксклюзивных бутиков Светлану Захарову. После ее развода с бизнесменом Михаилом Маниовичем. Однажды моя бывшая жена сказала, я за эти 15 лет прогрессировала. В отличие от тебя, я стала иконой стиля, специалистом в фэшн-бизнесе. А ты кем был, тем и остался. Икона стиля – это супер. Но это на мои деньги. Фэшн-бизнес Светланы был абсолютно нерентабельным. А я затыкал дырки, вспоминал семейную жизнь Маниович. Моя жена требует минимум 50 тысяч доходов в месяц. Впрочем, для главы оборонстроя такие деньги, видимо, не проблема. Сразу после свадьбы Светлана пересела с красного Бентли, подаренного бывшим мужем, на черный Эстон Мартин, подаренный новым. Семейное гнездышко супруги свили в двухэтажном таунхаусе на стоженке. Вот так описал это ВОК. Пришлось просмотреть вереницу дорогущих квартир с низкими потолками, тенденциозной и старомодной отделкой. Прежде чем ей встретилась эта просторная, залитая светом, открытая всем ветрам, как палуба океанского лайнера. И в то же время очень отдельная, отгороженная от остального мира, как крепость. Счастливая жена человека, отвечающего за жилье для военных, каждое утро просыпается от свежего запаха цветов. Присылай неподъемные букеты по 100 цветов минимум. Однажды прислал корзину, где был 501 тюльпан, хвастает своими возможностями госслужащий. Все больше интересных подробностей открывается в семейной жизни пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки. Оказывается, они познакомились еще в 2010 году. Встреча произошла на дне рождения общего друга. Песков пригласил лавку на танец под музыку из кинофильма «Девять с половиной недель». Причем Татьяна только от подруги позже узнала, что понравившийся ей обаятельный мужчина пресс-секретарь Путина. И депутату Госдумы Андрею Луговому, избранницей бывшего сотрудника органов госохраны, стала Ксения Первого, бывшая танцовщица из Находки. Гуляли в винодельческом заповеднике Абрау-Дюрсо на Черном море. Торжество растянулось на три дня. Для каждого выбирали новые тематические костюмы. На второй день, например, все переоделись русскими патриотами, выбрав для этого традиционную казачью одежду. Гостей доставляли в заповедник вертолетами. Выйдя за силовика, Ксения тут же расчистила себе место в столичном бомонде. Еще бы, ведь муж подарил ей на свадьбу сеть ресторанов. Чем одарил глава Комитета государственных услуг Москвы Алексей Степанов свою жену, теннисистку Марию Кириленко. Точно неизвестно, но ей явно было не до подарков. Свадьба была в конце января 2015 года, и уже в середине июля у пары родился сын Михаил. Вот почему спортсменка долгое время скрывала подробности этого романа. А свадьба стала для общественности полной неожиданностью. Кириленко три года встречалась и была помолвлена со звездой хоккея Александром Овечкиным. Поэтому ее скоропостижный брак вызвал немало толков. Но Ларчик, оказывается, открывался просто. Маша ждала ребенка от Алексея. Похожая история случилась и между Мирославой Думой, самой стильной по версии множества журналов «Девушка из столицы» и директором одного из департаментов Минпромторга Алексеем Михеевым. Дочь члена Совета Федерации Василия Думы познакомилась с женихом, будучи светским хроникером журнала «Херперс Базар». И с тех пор они неразлучны. Алексей, как может, поддерживает все увлечения Мирославы. Относительно равным можно назвать только брак двух депутатов Госдумы – Дениса Вороненкова и Марии Максаковой и Генбергс. Но как равным? Он – коммунист, владелец несметного автопарка и недвижимости. Она – оперная певица. Недовый месяц им омрачил Следственный комитет. Ведомство взялось за Вороненкова, кстати, члена антикоррупционного комитета, в связи с делом о рейдерском захвате на 5 миллионов долларов. В российском рейтинге богачей есть еще две дамы, стоящие особняком. Обе они – жены заместителей председателя правительства Российской Федерации. Ольга Викторовна Шувалова, судя по последней официальной декларации, заработал за 2012 год более 222 миллионов рублей. При этом сам первый вице-премьер Игорь Шувалов является самым богатым членом правительства, но очень скромным в быту человека. Стрижется, например, в парикмахерской эконом-класса, около метро академическое, за 700 рублей. Метро сексуал Аркадий Дворкович, наоборот, тратит на свою внешность вполне приличные деньги, хотя, судя по декларации, шокует за счет жены, члена Совета директоров ряда крупных российских компаний, Зумруд Хандадашевны Рустамовой, чей официальный годовой доход – около 50 миллионов рублей.